Теперь переходим к любимцу публики – это сервис «Джениали». Вот, наверное, самый освоенный в последнее время сервис. Уже и группа есть в ВКонтакте, где любители этого сервиса делятся своими работами. Я вам тоже ссылочек сейчас набросаю. Работ здесь создано очень много, и шаблоны здесь неплохие. Сервис «Джениали» позволяет создавать интерактивный контент. Если вам нужна интерактивная инфографика с большим количеством встраиваемых объектов, с гиперссылками, с какими-то ссылками на дополнительные веб-ресурсы, то вот, пожалуйста, сервис «Джениали». Я вам сейчас все ссылочки докидаю в чат, а потом продолжу. Здесь у меня разные варианты. И краеведческая инфографика, и историческая. В общем, по ссылочке можно походить и посмотреть. Я так создавала очень простой, просто тренировалась. А вот последние три ссылки – это уже такие более основательные работы. Там действительно большой труд проделан создателями. Давайте смотреть, как работает сервис. Я думаю, в представлениях он не нуждается. Потому что умеется задавать презентации, интерактивные плакаты, различные игры, викторины, квесты и квизы. И в том числе есть у него раздел «Инфографика». Чем он выгодно отличается? Вы, наверное, заметили, что во всех предыдущих сервисах в основном инфографика либо квадратная, либо такая вытянутая, прямоугольная. Это не очень удобно. Это может быть удобно в социальных сетях смотреть, с мобильных телефонов. Но вот на экране это смотрится не очень удобно на компьютере, например. Придется все время пролистывать, это всех нервирует и так далее. Сервис Дженниеля предлагает шаблоны для горизонтальной инфографики. Не только вертикальной, но и горизонтальной. Это удобно, это необычно, и этим можно пользоваться. У него пока нет ограничений по количеству работы. Единственное, здесь ограничения по шаблонам. Здесь есть платные, есть бесплатные. На первом этапе, когда мы выбираем шаблон, обязательно сортируем. Ставим галочку «Free» бесплатные, и нам подсказывают, какие можно выбрать. Дальше открывается конструктор. Вот так выглядит. В конструкторе неплохая библиотека изображений, тексты. Кнопки так называются. Тексты, картинки. Дальше кнопка «Ресурсы». Это различные иконки, формы, графики, диаграммы, таблички. Дальше есть отдельно смарт-блоки. Это разные красивчитости. В PowerPoint такой тоже есть. Смарт-арт называется. Разные такие стрелочки красивые. Какие-то циклы нарисованные, процессы и так далее. Вот такие блоки здесь тоже есть. Дальше. Раздел «Инсерт». Это для загрузки своих собственных изображений. Здесь ограничение на 5 мегабайт. То есть картинки не больше должны весить. А по количеству тоже ничего нет, никаких ограничений. «Бэкграунд». Здесь мы перекрашиваем фон. Ну и в разделе «Пэйдж» добавляем новую страничку, если нам нужно. Отдельно есть кнопочка «Интерактивные элементы». Она вот следующая после синенькой. Это для добавления интерактивных кнопок. Вот у меня в данном случае здесь кнопочки с плюсиками. Они интерактивные. На них, если нажать, откроется новый веб-ресурс, где дополнительная информация по теме. Такие кнопочки позволяют сделать инфографику интерактивной и подцепить сюда в одну инфографику сразу несколько интересных веб-ресурсов. Дать, например, ссылку на библиотеку, на электронную библиотеку, на Википедию, в общем, на все что угодно. К этой кнопочке можно не только ссылки прикреплять, можно и добавлять встраиваемые объекты. Не сделаю я отдельный слайд, ладно, расскажу на словах. И так называемые окошки добавляют всплывающие. Они называются Windows. И внутрь этого окошка можно написать дополнительный текст, вставить дополнительную картинку, встраиваемый объект. Это вот нажимая на кнопочки, мы открываем это окошко и получаем какую-то дополнительную информацию. Вот в ссылках, которые я вам в чат отправила, в последних трех, такие точно есть окошечки. Можно по ним понажимать и посмотреть, как они выглядят. В целом по этому сервису написано огромное количество обучалок, примеров есть, безумное количество видеоинструкций. В общем, поэтому работать с ним очень стало удобно. И на сегодняшний момент это, наверное, единственный сервис, который работает с минимальными ограничениями в плане инфографики. Вот мы приходим к такому выводу. Продолжение следует...